Здравствуйте! Мы продолжаем серию наших видеоматериалов на тему, как правильно инвестировать в Preconstruction Contours. В прошлом эпизоде я рассказывал об одной стратегии – об эсайменте. Эта стратегия предусматривает перепродажу контракта до закрытия сделки. Сегодня я остановлюсь на второй из наиболее часто используемых инвестором стратегий – это покупка квартиры на стадии котлована и перепродажи через год-два после завершения строительства. Итак, вы купили квартиру на начальной стадии строительства. Напомню, чтобы в будущем эта квартира принесла вам хорошую прибыль, надо выбрать поднимающийся в цене район, надежного девелопера и купить квартиру на самых первичных продажах. Если все сделано правильно, то купленная вам квартира стоимостью $500,000 через 4 года на момент окончания строительства стоит около $650,000. В фонда, в отличие от отдельно стоящих домов, есть два дня – день выдачи ключей, который называется Occupancy, и он является закрытием сделки. Владельцем квартиры вы станете лишь спустя приблизительно 6 месяцев. Тем не менее, получив ключи, вы можете проживать в квартире или, в нашем случае, сдавать ее в аренду. В действительности это очень выгодное время, так как вы получаете полную аренду плату, а расходы на содержание квартиры у вас меньше. В период между Occupancy и Closing у вас нет ни моргиджа, ни таксов, не мейтинсов. В это время вы платите девелоперу так называемое Occupancy, которая на 25-30% ниже суммарной наимеченной платы, которую вы будете платить в будущем, когда станете владельцем квартиры и вам придется самостоятельно оплачивать моргидж, мейтинс и такс. Кроме этого, вы уже сдали квартиру в аренду. Соответственно, это сильно упрощает получение моргиджа, которым надо начать заниматься месяца за три до Closing, то есть до того момента, когда вам придется вступить в право собственности. Банк примет во внимание, что квартира сдана в аренду и зачтет сумму, получаемую от аренды, как ваш дополнительный доход. Также, хотя вы и внесли всего 20% стоимости квартиры от цены, указанной в контракте, в реальности банк видит, что квартира стоит уже другие деньги и требуемый моргидж всего 60-65% от рыночной стоимости квартиры. Важно отметить, что получение моргиджа на новостройке гораздо проще, чем на квартиры, покупаемые на вторичном рынке. О Клоузинге мы поговорим в одном из наших следующих эпизодов, так как тут есть некоторые нюансы, и я бы хотел остановиться на них поподробнее. После Клоузинга квартира уже в вашей собственности. Что не рекомендуется делать категорически, так это продать квартиру в первый год после того, как вы стали ее владельцем. В этом случае Ревеню Кендер посчитает, что вы сделали флип, и вы будете вынуждены заплатить максимальные налоги, так как прибыль будет расценена как бизнес-инком и добавится к годовому доходу от вашей основной работы. А вот если вы продадите квартиру через год-два после закрытия сделки, то претендик вам уже не будет, и вся полученная прибыль будет считаться не бизнес-инком, а капитал-гейн и облагаться гораздо меньшим налогом. Давайте рассмотрим в реальных цифрах, на какую прибыль может рассчитывать инвестор, и какие налоги нужно будет платить в этом случае. Для примера возьмем квартиру, купленную в Торонто на начальном этапе строительства за 500 тысяч долларов, и посчитаем примерный доход и налоги. Депозит в первые два года строительства это 15%, 75 тысяч долларов. Стоимость квартиры на момент выдачи ключей 650 тысяч. Дополнительный депозит 5%, позволяющий довести суммарный до 20%, это 25 тысяч, платить его надо на occupancy, closing 20 тысяч долларов, а начальная сумма моргиджа 400 тысяч. Продажа через два года после выдачи ключей приблизительно будет 720 тысяч. Остаток моргиджа на этот момент 390. В нашем примере прибыль составит 210 тысяч. Налогом будет облагаться лишь 50% прибыли. Вторые 50% это безналоговая прибыль. То есть в нашем случае под налоги упадет лишь 105 тысяч долларов, а вторую половину вы получите не заплатив ни копейки налога. Кроме этого вы можете уменьшить capital gain путем списания расходов, связанных со сделкой. К примеру, если вы взяли деньги на депозит с кредитной линией, все проценты, заплаченные вами за время строительства, будут списаны. Также списываются любые другие траты, связанные с покупкой, содержанием и продажей данной квартиры. В итоге налоги будут минимальные. Многие инвесторы даже не обращаются в банк за моргидж, особенно если вы оперируете большим количеством квартир. И получение сразу нескольких моргиджей для вас проблематично. У вас всегда есть возможность взять private finance. Это дорогие деньги. Как правило, они стоят около 10% годовых. Но, во-первых, под новостройки они берутся элементарно и никакой квалификации в этом случае не требуется. Во-вторых, их можно оформить таким образом, чтобы у вас не было месячных платежей. То есть весь год вы будете получать большую часть арендной платы на руки. Ну и наконец, в итоге все проценты по кредиту будут списаны с прибыли, при этом существенно уменьшат вашу налоговую платеж. Если посчитать все составляющие, мы получим, что использование private financing лишь немного уменьшит вашу посленалоговую прибыль. И это прекрасная опция для тех, у кого есть проблемы с получением банковского кредита. Последние 10 лет в нашей компании мы собрали под одной крышей всех специалистов необходимых для инвесторов в процессе покупки, продажи, налогообложения и менеджмента инвестиционной недвижимости. У нас вы можете получить квалифицированную консультацию по всем вопросам. Помните, инвестиции в Preconstruction Conte это бизнес и как любой другой бизнес требует, чтобы на вас работали высококлассные специалисты. В следующем нашем выпуске я расскажу вам еще об одной и, на мой взгляд, самой интересной инвестиционной стратегии, позволяющей со временем создать пассивный денежный поток и обрести полную финансовую независимость. Оставайтесь с нами, если вам понравился этот эпизод, не забудьте поставить лайк, а также присоединяйтесь к нам в социальных сетях Facebook и Instagram. Спасибо, до новых встреч!